Национальный комитет по проведению Дня Матери объявил, кто в этом году получил награду и получил звание Мать Года. В Америке День Матери стал официальным праздником в 1914 году по решению президента Вудро Вилсона. 33 года назад возникла традиция выдавать премию наиболее выдающимся женщинам, сумевшим добиться значительных профессиональных успехов без отрыва от своих материнских обязанностей. В этом году их пятеро. Церемония награждения проходила в зале Нью-Йоркского отеля «Пьер» на Пятой авеню. Награжденные получили статуэтку, изображающую женщину с двумя детьми. Пел школьный хор. Изысканный обед стоил немалых денег, но все собранные средства идут на общеамериканскую благотворительную программу помощи малоимущим под названием «Спасем детей». Руководит программой Марк Кеннеди Шрайвер из клана Кеннеди. Его сестра Мария Шрайвер замужем за Шварценеггером. Марк Шрайвер говорил о важности борьбы с бедностью и безграмотностью. Естественно, главная тема разговоров здесь, как современной и талантливой женщине, заниматься любимым делом не в ущерб семье и воспитанию детей. Дона Карен, глава всемирно известной фирмы DKNY, пытается балансировать между семьей, работой и благотворительностью. Не всегда находит этот баланс. Что-то перевешивает в ущерб другому. Она считает, что работающая мать ни в коем случае не должна забывать и о себе, жертвовать своей карьерой, здоровьем, внешним видом ради детей. Дети должны видеть в вас пример для себя. Они будут уважать вас за ваши достижения, за то, что вы всегда красиво одеты, что вы в хорошей форме, хорошо выглядите, многого добились. Дети жестокие и не любят неудачников, даже если это их родители. Так что занимайтесь йогой, медитируйте, придерживайтесь здорового питания. Вы не сможете позаботиться о других, если сначала не позаботитесь о себе. Дона Карен считает, что в чувстве материнства великая сила. И когда этой силы не хватает, то начинаются проблемы. Например, наше здравоохранение лишено материнского чувства по отношению к больным. Наша система образования лишена чувства материнства по отношению к детям. У Сюзан Сарандон, лауреата кинопремии «Оскар», трое детей. Как уделять необходимое время своим детям, своей любимой актерской работе и, наконец, своей личной жизни? Это вопрос, который мучает меня с тех пор, как я впервые стала матерью. Мне обязательно надо было урвать хотя бы один час в день, чтобы позаниматься в гимнастическом зале. При этом у меня было трое маленьких детей. Вспоминая те трудные времена, я не могу сказать, что жалею, что не уделяло детям больше внимания. Я много времени проводила с ними и вырастила их нормальными людьми. Да, мне никогда не хватало времени. Либо в доме был кавардак, и я не успевала убрать. Либо я не успевала как следует подготовиться к работе. Моему младшему только что исполнилось 19. Когда я была маленькая, я всегда говорила, «Мне хочется иметь детей для того, чтобы было с кем сесть за обеденный стол». Это моя детская мечта сбылась. Мне есть с кем сесть за стол, есть с кем поделиться и есть кого выслушать. Я счастливая мать. Сразу после вручения наград Национальный комитет по проведению Дня матери приступил к отбору кандидатов на следующий год. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, Нью-Йорк.